Новый Декамерон. Не поэтические истории, а любви. Выпуск четвертый. Квартирный вопрос. Как-то раз представитель малого бизнеса встретил женщину свои мечты. Они полюбили друг друга. Отношения их были фееричные. Они напоминали смерч, ураган, торнадо. То она убегала прочь с криками ненавижу, то возвращалась и говорила обожаю. То он плакал, говорил, что так больше не может, и уходил к своей прежней жене. Они встречались вновь, плакали, обнимались. Секс в выставочном зале, поцелуи под мостом. В общем, настоящий контрастный душ. В конце концов, после двух лет таких отношений, молодые люди решили пожениться. Ну, а почему же не пожениться, когда прошло уже два года, и отношения можно было считать проверенными. Единственное, что смущало девушку, женщину мечты представителя малого бизнеса, это же личный вопрос. Ну, и действительно, ей не хотелось жить с родителями. Ну, и приезжать к нему в Солож-гору ей тоже не хотелось. Ну, а кто из нас хочет переезжать в Солож-гору? И тогда они подыскали большую, просторную квартиру в центре города. Наш герой купил ее, неспроста же он был представителем малого бизнеса. Единственное, подумав и посовещавшись, они решили записать эту квартиру на девушку. Ну, оформить на нее, потому что какая в сущности разница, на кого будет оформлено жилище. Ведь впереди их ждала долгая, прекрасная, совместная жизнь. Следующие полгода были посвящены ремонту. Ломали стены, делали сауну, устанавливали джакузи. В общем, готовили себе свое будущее уютное гнездышко. Когда ремонт был закончен, представитель малого бизнеса купил огромный букет цветов и две путевки на Кубу. Сварельное путешествие! Как вы догадываетесь, стоял прекрасный летний день. Птички летали, жуки ползали, сверчки, видимо, стрекотали. В общем, у него было прекрасное настроение. Он пришел к девушке и протянул ей букет. В общем, так, сказал девушка. Можешь засунуть этот букет себе в одно место. Туда же можешь засунуть и эти поганые путевки. Единственное, так и быть. Квартиру я оставлю себе. В качестве компенсации за те годы страданий, которые мне пришлось пережить с тобой, Пшел Бонн. На этом мы можем закончить наш рассказ. Наш герой пошел вон. Следующие полтора года не мог прийти в себя. Часто плакал и просыпался от ночных кошмаров. А девушка продолжила работу. Да, я забыл сказать, ведь она же работала. Она работала в службе, в планировании семьи. Какой занятости. Какой занятости.